Да, что я еще хотел вам рассказать и все забывал. Это вдох жизни по Порфирию Корнеевичу Иванову. Значит, смотрите, наше тело, вернее энергетика, тонкая энергетика, она представляет как бы вот такой вот сосудик. Видите, вот я сейчас открываю ладошки. Через этот сосуд есть, будем говорить, отверстие, через которое энергия утекает. Как правило, эта энергия наша жизненная утекает через мочу. А именно, наши почки, это орган не только, который нужен для того, чтобы фильтровать кровь, участвовать в сбросе белковых шлаков и микроэлементов ненужных. Но это в большей степени, и об этом современная наука даже не догадывается, это орган, который призван удерживать жизненную энергию. Наша кровь, наша жидкость, все наши жидкости пропитаны жизненной силой, которая вот как раз через чакры вырабатывается, все это дело у нас тут, да? То есть поддерживаются эти все наши тонкие тела. И естественно, жидкости все насыщены и пропитаны этой энергией. Ну, грубо говоря, вы смотрите на свежевыпущенную мочу, она даже флюоресцирует, то есть она светится. А потом рост погасла. За счет чего? За счет того, что там есть жизненная энергия. Так вот, почки призваны для того, чтобы ее удерживать. Это раз. Естественно, смотрите, вот этот вот, это где-то у нас будет область малого таза, ну, грубо говоря, анус, через который, как бы сказать, вот это все утекает, энергия. Если вы набрали много, она просто, она просто вот сколько надо оставиться, а излишек утечет. Так вот, для того, чтобы этого не произошло, это я вот это все объясняю, что надо делать. Надо ее, как бы, зажать. И для этого вы просто, вот так вот, как бы сказать, анусом зажимаете слегка. Раз. И уже у вас вот этот проходик, через который утекает жизненная сила, раз, он у вас закрыт. Далее, что мы делаем? Мы, значит, ну, руки вверх, можно не вверх, значит, ну, примерно, делаем такую воронку, мысленно-мысленно воронку, значит, будем говорить, закручиваем энергию из космоса и начинаем ее тянуть. Тянем ее, вот тут очень важно. Рот открыт, рот открыт, но дышим мы через нос, через нос, запомните. И получается такой гортанный звук. Энергия, вы почувствуете, она вливается через нос, заскользила сюда и заполняет ваш сосуд. Вот этот сосуд, он такой, раз, 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 заполняется. Здесь донышко закрыто у вас, это очень важно. Раз, дополнилось, вот этот вдох пошел, да. Вот, далее вы закрываете рот и вот эту энергию, которую вы взяли, надо осадить на жидкостные среды. Лучше всего это сделать на слюну. То есть вы вдохнули, закрыли рот и во рту вызываете образование слюны. Энергия на слюну осаждается на жидкостную среду. И далее вот такая, опа, и проглотили. Вы почувствовали, что вы что-то проглотили такое, животворящее. Сразу энергетика у вас. И дополнительно, чтобы она не рассеялась, здесь-то у нас, грубо говоря, донышко держится, да, вы ее еще можете вот так узлом, опа, и завязали. Она у вас. То есть ни туда, ни сюда. Она внутри организма и начинает работать. То есть вот этот Порфирий Корнеевич Иванов назвал вдохи жизни. Возможно, он имел нечто иное. Иное. Но я понял это вот так вот. И вам сейчас подробно рассказал. А сейчас покажу вот этот вдох жизни. Одного вдоха жизни достаточно, чтобы сразу же зарядить ваш организм. Если он сделан правильно. И так, смотрите, я слегка зажимаю. Ну и я так сяду. Чтобы вас не смущать. Я вот сел, слегка сжал, сжал анус. Это можно сделать стоя, еще лучше. Только ножки слегка, знаете, согнуты, коленочка, все полукругло. Вот. Теперь смотрите, я представляю, делаю воронку и заглотаю воздух. Работаю со свиной. Проглотил. Завязал. Совсем другое дело. Радость после этого дыхания говорит о том, что вы свою энергетику подняли выше. То есть пошло и оздоровление организма, и значит у вас творческая способность и так далее. Потому что творческие способности требуют энергии и новизны. Я тайну слова постигаю, которым Бог творил миры. Оно во мне, я это знаю, чудесной дивной красоты. Оно снова существует, заставляет сердце биться. Любить, творить и верить в жизнь, что вечно, вечно, вечно длится. Его я вспомнил, произнес, и чудо дивное случилось. Свет счастья брызгал из меня, и время юности явилось, теперь живу, люблю, творю. А слово тайное храню. До новых встреч.